Бессмертный полк Ненецкого округа пройдет по улицам окружной столицы одновременно со всей страной. В день победы участников колонны всероссийской акции «Бессмертный полк» пронесут по улицам Наринмара портреты своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Акция стартует одновременно со всей страной в 15.00. Такое решение было принято на заседание Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных победе Великой Отечественной войне. В прошлом году участниками всероссийской акции стали свыше 2000 жителей региона. Как отметили организаторы акции, представители регионального центра молодежной политики и патриотического воспитания молодежи, колонна будет формироваться на улице Ваучейского в районе памятника Наринмарским портовикам в 14.00. Начнет движение «Бессмертный полк НАУ» в 15.00 по улице Ваучейского до площади Марацей. Завершится акция возложением цветов к обелиску Победы. Во время формирования шествия для участников «Бессмертного полка» будут звучать песни в живом исполнении, песни времен Великой Отечественной войны музыкальными коллективами города Наринмара. Также волонтеры Победы будут раздавать георгиевские ленточки для всех участников. Парад Победы в столице НАУ состоится на площади Марацей в 11.00 9 мая. В 12.00 здесь же на площади начнется праздничная программа «Победный май». Как отмечено на заседании арткомитета, в целом в преддверии 9 мая и в сам День Победы в НАУ пройдет свыше 140 акций и мероприятий во всех населенных пунктах округа. В их числе акция «Красная гвоздика», которую проводит благотворительный фонд «Память поколений». Он распространяет значки с изображением цветка под девизом «Я помню, я помогаю». Активисты Всероссийского движения «Волонтеры Победы» с коробками с символикой «Память поколений» обменяют значки «Красная гвоздика» на пожертвования для ветеранов. Затем все денежные средства будут перечислены в фонд вместе с документами от ветеранов и затем, соответственно, будет оказана сама помощь тому или иному ветерану. Оказание медицинской помощи предусматривает это и санаторно-курортное лечение, это и протезирование слуха, медикаменты какие-то, если нужны ветерану. «Красная гвоздика» – всенародный символ памяти о погибших героях и помощи ветеранам не только словом, но и делом. Пожертвовать деньги в пользу ветеранов и получить «Красную гвоздику» все желающие смогут во время шествия бессмертного полка. На период проведения праздничных мероприятий будет ограничено движение транспорта по улице Выучейского на участке между улицами Тыковылки и Ленина с 8 до 16 часов и с 13 до 16 часов по улице Выучейского на участке от улицы Портовой до пересечения с улицы Ленина.